ПЕСНЯ ПЕСНЯ Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! В последнее время, как никогда прежде, не только на улицах, но даже в сети, интернет, совершенно естественно стало противоестественное сквернословие. Когда я его говорю на улице, имеется в виду и транспорт общественный, и магазин, и просто общение молодежи. И здесь поражает прежде всего нецензурный лексикон женщин, и особенно девушек, школьниц. Вот по этой причине мне вновь хотелось вернуться к размышлениям о сквернословии. Еще раз заострить внимание всех нас на этом страшном грехе. И вот мне думается, что грехи языка одни из самых труднопреодолимых. И потому так часто появляется соблазн посчитать их незначительными. Как-то оправдать, проще сказать, не заметить, не обратить внимания. И что потрясает, внутренне переворачивает. К сквернословию, особенно в последнее время, так привыкли, что многие его действительно не замечают и удивляются. Удивляются, что слова эти все еще являются нецензурными. Да, действительно, наш язык неиссякаемо богат. Вряд ли стоит сравнивать его с другими языками. У каждого языка есть свои неповторимые достоинства. И, пожалуй, дело здесь не в сравнениях. Возможности нашего языка, разнообразие красок, оттенков, словесных и звуковых нюансов представляются каждому из нас безграничными. И мы должны знать, что у истоков и нашей мовы, и русского языка, и украинского, и сербского, и болгарского, и других стоит церковнославянский язык. Язык, питающий все их языковые формы, стоит как неиссякаемый источник. Любовь к своему языку предполагает владение им, умение обращаться с ним как с другом, помощником и спасительной надеждой. Но вот эта душевная пустошенность, духовная бессмысленность существования и элементарное отсутствие человеческой воспитанности очень часто приводят и к словесной уродливости. Если человеку не хватает знаний и мыслей, или есть мысль, пусть не своя, заданная, даже навязанная, но не хватает слов для выражения этой мысли, от ощущения беспомощности, такой человек прибегает к словам балластов, заполняющим пустоты интеллекта. Эти слова не несут смысловой нагрузки, но для говорящего кажутся тем спасительным кругом, который удержит его на плаву. И вот если обратиться к прежним временам, или, как мы говорим теперь, советским, в начале их, к началу их, это были слова «Значит, товарищи, в общем, да здравствует, долой». Но особой миссией спасительного бревна несло слово «партия». Любой оратор заканчивал свое, может быть, самое бессмысленное или даже глупое выступление, зная, что слово «партия» в конце его болтовни неизместно вызовет аплодисменты. А значит, успех выступлению обеспечен. Это вовсе не означает, что в прежние времена не было талантливых ораторов и во всем была бессмысленность. Вовсе нет. Такие слова и выражения паразиты живут на языке у каждого, кто не может похвалиться достаточным словарным запасом. Но не будем сейчас гоняться за всеми паразитами, словами-паразитами не угонимся. Можно упомянуть еще не выветрившиеся со времен партийной власти присказки осторожности. Есть такое мнение. Мы посоветовались с товарищами, а сейчас в нынешнем языке слов-паразитов не меньше. Короче, как бы, да? И вот порой применение в языке таких слов-паразитов выглядит совсем комично. Я часто люблю эту формулу произносить для людей, которые не слышат сами себя. Познакомьтесь, это как бы моя жена. Или так? Вот мы взяли билеты и пошли, да? Взяли билеты и уже пошли. Мы пошли, да? А тут он. Он подходит, да? Короче, подходит и как бы говорит. Как вам? А у тех, у кого чешется язык, но есть ощущение опасности при произнесении ругательств, рождаются производные от ругательств. И знаете, какое сегодня одно из таких слов очень распространенное? Блин. А он, блин, все-таки пошел. Я говорю, куда ты, блин? А он, блин, идет. И вот, язык чешется выругаться, но уже не модно выражаться. Во множестве возникают производные от неприличных слов. И что же получается? Само бесстыдство не прозвучит, но что-то похожее с языка все-таки срывается. Как-то популярная эстрадная звезда сказала о своем выступлении. Успех был офигенный. И вот на этом фоне мир, любовь, добро, восхищение природой, чудом жизни имеют нескончаемые выразительные и языковые средства. Богат язык. И выражениями враждебности, грубости, осуждения, обвинения, подавления, обиды, оскорбления. Богат он и резкими выражениями крайней досады и гнева. И ругательства. В нашем языке ругательства настолько резкие, иногда переходящие все приличия, что в другом языке аналоги найти трудно. И вот когда-то хитрые иностранцы, желающие научиться говорить по-нашему, особенно люди торговли или бизнеса, заучивали сначала ругательство. А потом, применяя их к месту и не к месту, они достигали цели. Цели в чем? Внимание и снисходительного понимания. И самим им казалось, что они овладели языком. Но вот, что важно знать. У наших ругательств, которые все знают, хотя бы потому, что слышат, есть особенности. Особенность, делающая их не только непроизносимыми в слух, но даже отгоняемыми в мыслях. В языках иных народов и культур резкие выражения и ругательства построены главным образом на дьявольской теме, с упоминанием сатаны, бесов и всей языческой нечистой силы. Собственно, вот адреса, куда разгневанный собеседник может словесно отправить своего недуга. И в этом бесовском напутствие существуют бесчисленные варианты. Мертвецы, склепы, гробы, кровь, смерть, варианты убийств. Все в больших количествах и, в зависимости от степени гнева произносящего, в непредсказуемых оборотах. А еще авторы книг, где герой вынужден искверно словить, пользуются такими выражениями. Это и у Шекспира, и у Стивенса, и у Марка Твена, и у Джека Лондона, и у Ремарка, и у Хемингвея. При поправках на характер персонажа, произносящего такое, кажется, что это особенность языка героя. И не считаешь это задевающей тебя резкостью. Но вот наша брань, она особая. И на это я хочу обратить серьезное внимание всех нас. Я не буду вдаваться в происхождение такого рода брань. Знатоки и исследователи называют другие народы и языки, привнесшие эти виды оскорблений. Но я немножко о другом. Все эти наши ругательства связаны с интимными, с равными органами и частями человеческого тела. Все отборные ругательства нашего языка происходят от названия половых органов, блудодеяний, испражнений, нечистот. Поэтому они так резки и непристойны. А самое омерзительное, когда в этот набор срамных нечистот вплетается имя твоей матери. К сожалению, ругательства знают все. Не надо думать, что какие-то слова должны быть скрыты и даже неизвестны. Нет. Они могут быть известны так же, как и все другие слова. И не нужно думать, что если найти для них смягченную форму, их можно употреблять в обиходе. Нет. Их мерзостная сила должна быть известна и должна даже подчеркиваться. Но произнесение их может расцениваться только как такое же постыдное дело, как если бы человек открыл свои срамные части и демонстрировал бы их бесстыдно, как скот. Произносить это все равно, что прилюдно спускать штаны или задирать подол. Поэтому для любого человека, считающего себя хоть на йоту приличным, произнесение этих выражений означает его собственное погружение в яму нечистот. даже приближение к этой теме, когда построив фразу, многозначительно обрывают ее «иди ты» – это уже бесстыдство. А непристойные добавки к словам в нашей речи слышны на улице, в транспорте, магазинах и особенно на стройках, где нет гастарбайтеров. Турки, татары, таджики, узбеки, как правило, не сквернословят по нашему. Ведь самые обычные, красивые славянские слова имеют матернее приложение. Чаще это окончание фразы, возгласа, понукания. Но бывают вставки и в середине фразы, и даже в начале. Так почему же я дерзнул коснуться этой темы вновь? Дело в том, что сквернословие метастазируют в литературу, драматургию, кино, телевидение, в театр, даже в оперу. Пришло такое время, скажут некоторые, сейчас так сложилось, что вокруг много пьют, нюхают, колются или вдыхают и сквернословят. Вы знаете, в истории нас поражали эпидемии холеры, чумы, спида. Совсем недавно распознался ковид, обезьянь и чума. Каждый год, а то и чаще, приходит обновленный грипп. Но вот на этом фоне надо признать, что эпидемия сквернословия свободно разгуливает по нашей земле. Скатиться до спида и наркотиков очень легко. Надо просто продолжать жить жизнью, освобожденного от страха греховности, неограниченного ни в чем безродового, безответственного и тому безбожного гражданина мира. Человек еще старается бороться с болезнями телесными, но часто он бессилен против заразы духовной, потому что невежественен и не просвещен духовно. Вот почему, совершая эту передачу, я хочу, чтобы мы задумались. Вот почему чистоту души надо беречь от рождения до смерти пуще зеницы ока. Субтитры создавал DimaTorzok